Слово из Иерусалима Мы знаем, что Бог, Он сверхъестественный. И мы сегодня больше будем говорить о вере, наверное. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что Библия, она полна чудесами и знамениями. Многие люди, как в прошлый раз я говорил, они говорят, что уже сверхъестественное закончилось. Это было в прошлом. Библия уже вся написана. Я хочу сказать, дорогие друзья, Библия написана именно для нас, для верующих людей. Потому что мы, читая эту книгу, верим, что Бог может все. И Библия говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Вчера Он творил чудеса, сегодня творит и завтра будет творить. И я хочу сказать, сегодня вы можете принять чудо от Бога. Давайте посмотрим одно местописание, Элла, очень хорошее. Мы говорили на прошлой программе, что есть два сверхъестественных источника чудес и знамений. Два. Сатана так же не спит. В этом мире он производит какие-то чудеса, какие-то знамения. И мы знаем, когда придет Антихрист в этот мир, написано, что он огонь будет сводить с неба. Это сверхъестественно. Но это злой источник. И каждый человек, который поверит и примет, как там написано, на чело свое или на руку свое число зверя, он будет осужден на веки веков. Мы знаем, что сейчас так же Сатана, он производит эти злые дела. Многие люди веруют, что они, пойдя к гадалке, пойдя к какому-то знахарю, пойдя к какому-то экстрасенсу, они получат что-то доброе. Но на самом деле, как мы можем получить со злого источника что-то доброе? Вначале это кажется добрым, но конец его – погибель. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, аминь. И вот здесь есть такое местописание. Апостол Павел, потрясающий человек. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, Аллилуйя, в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным. Поэтому не всем духом верьте, друзья. Есть многие люди, называя себя пророками, являются прорицателями, потому что дух сатанинский живет в них, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сиии, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Она говорила истину. Заметьте, она говорила истину. Она говорила, может быть, правду. Она истину говорила, что они рабы Бога Всевышнего. Почему правду? Это была истина. Они рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Так и было, это же истина. Послушайте, потому что бесы веруют, трепещут так же. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, я уже это прочитал, это она делала много дней, много дней, Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, именем Иисуса Христа, повелеваю тебе выйти из нее, и Дух вышел в тот же час. Тогда, господа, ее видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и силу, повлекли на площадь к начальникам, ну и так далее, тому подобное. Послушай, здесь мы видим два источника сверхъестественного. Один источник это сам Иисус Христос, которому служит Павел, и он ходит в молитвенный дом, чтобы учить детей Божьих, чтобы молиться. Другой источник это сам Сатана, это прорицательный дух, это одержимость этой служанки. Сегодня многие люди впадают в разного рода ереси, сегодня многие люди впадают в разного рода вещи и даже не понимают, что они находятся... Ты сейчас говоришь, я хочу просто прояснить картину, потому что у Бога, Бог дарует нам свободу, и Он дарует нам Духа Святого, который проявляется в разных дарах в нашей жизни. И есть люди, которые взяты в плен, в духовный плен, самим сатаной и дьяволом, и их бесами, для того, чтобы вести его деятельность. Потому что на самом деле эта женщина, она не была свободна, она не делала то, что она хотела делать, она была взята в плен. И Иисус на самом деле, и Павел на самом деле освободил эту женщину из этого плена. Амэн? Да, это интересно, да. Хотя она возвещала истину, я хочу вам сказать, что... Смотрите, я хочу здесь показать вот такую картину. Встречаются две сверхъестественные силы. Вот смотри, на Павла и на учеников Господних эта сила, ее сила не повлияла, они не выкрикивали что-то, они не изгоняли ее сразу. Он ходил спокойно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Каждый день он там ходил. Но она его уже настолько достала, что он просто выгнал этого духа. Но на нее же их присутствие повлияло. Я хочу обратиться к нашим телезрителям и сказать, что иной раз я сам вижу в своей жизни, я где-то прохожу, и с людьми начинает что-то происходить. И когда происходят такие вещи, ты не должен бояться, просто в тебе живет Святой Дух, в тебе живет источник благой, святой, источник всякой чистоты и истины. Это Ешуа Амашия. Послушай, ну зачем нужно было им останавливать эту женщину? Она же делала такую хорошую рекламу. Рекламу, да. Она говорила, вы святые, вы Божьи, я знаю вас. Но ты знаешь, она говорила, но не говорила до конца. Это тоже интересно. Просто, ну здесь написано, что Павлу это надоело просто буквально. Она делала это много дней. И Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, именем Иисуса Христа повелевая тебе выйти из нее. И Дух вышел в тот же час. Понимаете, надо еще разобраться. Павел разобрался сверхъестественно. И у него было сверхъестественное понимание, что это, кто это. Павел понял. Многие верующие люди, они сегодня не понимают. Я хочу вам напомнить, что Иисус Христос сказал, что придут ко мне многие и скажут, «Не именем ли твоим мы изгоняли бесов, исцеляли больных? Не именем ли твоим мы все это творили?» Он скажет, «Отойдите от меня, проклятый отцом моим. Я никогда не знал вас. Я никогда не знал вас». Ты вот говоришь эти слова, и я невольно вспоминаю людей, которые приходили к тебе и говорили, «Пастор, ты от Бога, ты такой помазанный». Ты знаешь, я вот потом по истечению времени мы видели, как эти люди, они неправильно поступали и просто бесчестили. Тебя даже, в буквальном смысле этого слова. И на самом-то деле, наверное, Петр знал, чем это закончится, потому что сначала они кричат «Осана», а потом кричат «Распни». Ну, может быть, это и так, но сегодня я более хочу поговорить о сверхъестественном Божьем. Послушайте, сверхъестественное Божье заложено в одно маленькое семя. Это семя называется «Вера». Я хочу прочитать вам к Евреям, 11 главу, первые три стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние веры, и упознаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Я хочу сказать, дорогие друзья, вера находится в естественном мире, но вера возбуждает сверхъестественные истины Божьи. Вы со мной или нет? Послушайте, вера находится в естественном мире, она находится внутри человека. Каждый человек, верующий в Иисуса Христа, он имеет в себе семя веры. Вера, находясь в естественном мире, привлекает сверхъестественный Божий мир. И мы на прошлой программе зачитали это местописание, когда женщина прикоснулась, она услышала об Иисусе и сказала, если даже прикоснусь, исцелюсь. Она прикоснулась, исцелилась, и она пришла, рассказала Иисусу, что произошло. Иисус почувствовал, что сила вышла из него. Иисус сказал, ты напомнила об этом. «Черь, дочь моя, вера твоя спасла тебя». Послушай, я хочу сказать, что вера, эта вера находится внутри нас, внутри каждого человека. И этой верой, я говорю сейчас за верующих людей. И я говорю даже не за верующих людей, потому что все верят. И бесы веруют и трепечат. Я говорю за учеников Иисуса Христа. Вера Иисусова, вера Авраамова, находится внутри нас. И эта вера привлекает сверхъестественные силы от Бога. Приходят ангелы, приходят Божьи силы, приходят Божьи потрясающие деяния, огненные деяния Святого Духа. Вера. Вот в этой вере, в этом маленьком зерне семени, все наше чудо. На самом деле, в наши дни источником наших чудес является Слово Божье и является Святой Дух, который приходит на Слово. А где вера? Вера подслышание, неслышание от Слова Божьего. Аминь. Когда мы принимаем Слово от Бога, когда Дух Святой сходит на это Слово, наша вера возгревается, и Бог просто соединяет. Это как присоединение света. Для того, чтобы был свет, нам нужны некоторые вещи, они должны быть связаны между собой, для того, чтобы свет горел в наших домах. То же самое и с чудом Божьим. Когда наша вера соединяется с Духом Святым, тогда получается контакт, тогда и чудо Божье, оно становится реальным в нашей жизни. Знаешь, есть такая вещь, как терпение. Когда Бог высвобождает, и на первый раз Он дает картину того будущего, которое тебя ожидает, Бог дает картину, и ты должен держать эту картину напротив себя и веровать, что Бог совершит это в свое время. Как Он сказал Аввакуму, напиши видение, начертай, чтобы каждый мог разуметь читающий, чтобы это было просто, о чем ты говоришь. А терпение, там написано, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное от Бога. Аввакуму была дана картина, Бог повел его, Он сказал ему, посмотри на небо, посмотри на песок. Это потрясающе сверхъестественное просто внедрение Бога в жизнь Аввакума, потрясающе сверхъестественное влияние Бога Отца, Бога нашего, Отца нашего на жизнь Аввакума. Я знаю, что Бог, Он воспитывает в нас веру, знаешь, Он культивирует в нас веру, потому что верующий человек, он верует, что Бог есть, и ищущим Его Он воздает. Бог желает, чтобы мы веровали в Него и искали Его непрестанно. Не наша воля да будет, но Его воля прежде всего. Бог хочет явиться в наш мир, Он хочет открыть Себя, Свою славу нам, Своим детям. Он желает благословить всех нас. Для этого Он послал Своего Сына, для того, чтобы явить Себя миру. Послушай, что здесь написано, Элла, в 10 главе Римлянам, в 8 стихе. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, который проповедуем. И дальше он говорит, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Это слово говорится не только для того, чтобы иметь спасение, жизнь вечную. Это слово говорится для каждой ситуации нашей жизни. Есть ли устами? Вначале устами, потому что, когда ты начинаешь высвобождать устами Слово Божье, как ты сказала, в твоем сердце вера, она начинает расти. Поэтому, дорогие друзья, если мы хотим увидеть сверхъестественное, нам нужно говорить сверхъестественное. Нам нужно говорить и исповедовать первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, потому что Он источник сверхъестественных, чудодейственных сил Божьих. Иисус Христос из Назарета. И ты вспомнишь, что написано в 10 главе 38 стихе Деяний. Как Бог Отец помазал Иисуса из Назарета, и Он, ходя, благотворил всем одержимым дьяволом. То есть всех, которых дьявол связал, как мы говорили. Всех, которых дьявол пленил, Он ходил и освобождал их. И слушай, что Иисус говорит в 4 главе Луки в 18 стихе, но я зачитаю это из Исаии, 61 главе. Иисус в начале своего служения, после того, как возвращается с пустыни, победив искушение сатаны дьявола, победив этот источник, совершенный источник зла, потому что есть совершенный источник добра, а есть источник зла, и он на самом деле там все... Конечный результат сатаны и дьявола, чтобы мы поклонились ему, чтобы мы пили с его источника, для того, чтобы мы просто напитались этой смертью, которую он предлагает. Он действует скрытно, он не являет себя явно, он очень хитер, и мы должны остерегаться того, его действия. На самом-то деле Бог открывает нам истину, и сатана говорит, да нет, это не может быть, это нонсенс, это неправильно, это не так, такого не может быть. Как он был зачат от Девы Марии, это вообще невозможно, уму непостижимо. Но уму это и непостижимо, потому что сердцем верует к праведности, устами исповедует ко спасению. Сатья Бога не была для того, чтобы нам что-то было постижимо нашим умом, потому что наш ум очень крайне ограничен. Если мы будем полагаться на разум свой, написано проклятый человек, который полагается на разум свой, мы не можем полагаться на свой разум, мы должны совершенно полагаться на Слово Божье и на Его благодать, которую Он даровал нам. Слушай, слушай, что Иисус зачитал о себе. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. И узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой и насаждением Господа во славу Его. Я хочу сказать, вот в этих трех стихах заложено освобождение, спасение, исцеление, благословение Господа Бога Израилева, Бога Отца через Иисуса Христа. Послушайте, возвестить сетующим на Сионе, сетуют те люди, которые на самом деле... Что такое сетование? Это траур. Это плач, траур. Это траур. Что им вместо пепла дастся украшение? Пепел – это прообраз траура. Пепел – это прообраз разрушения. Послушайте, когда разрушено все, остается пепел. Это все сгорело. Это нет надежды, нет будущности. Дальше Он говорит, вместо плача елей радости. Это постоянно плачут люди. Я встречал таких людей. Вместо унылого духа, славная одежда, определенные сатанинские... Сатанинские... Определенное сатанинское влияние, сатанинские вот такие нападки, атаки и держание людей в своем плену. Иисус пришел, чтобы освободить. Я хочу сегодня обратиться к нашим телезрителям. Во имя Иисуса Христа, Господа из Назарета. Я говорю вам, что Иисус пришел освободить нас от всех сатанинских оков. И сегодня происходит множество освобождений и исцелений в ваших жизнях. Сегодня Иисус творит чудеса. Иисус принес себя в жертву Духом Святым, а Дух Святой – Он вечный Дух Божий. И поэтому жертва Иисуса Христа работает для нас вчера, сегодня и вовеки. Потому что Иисус, Он – Божий Сын, рожденный от Девы Марии. Он Сам вознес грехи наши на древо, чтобы мы, оправдавшись от греха, жили для правды. И ранами Его мы исцелились. Сверхъестественное возможно во Христе. И это сверхъестественное приходит от Бога. Сегодня вы можете получить свое чудо от Бога. Я провозглашаю на вашей жизни помазание на сверхъестественные чудеса и знамения от Бога Отца. Но самое главное, Библия говорит, что из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь. Я желаю, чтобы каждый из нас, не из вас, я сказал, из нас, чтобы мы ходили в этой любви Божией. Люби Господа Бога твоего, потому что Он возлюбил тебя прежде. И люби ближнего, как самого себя. Во имя Иисуса. Аминь. Господь говорит, познай истину, и она сделает тебя свободным. Будь свободен. Каждый человек, который не ходит в свободе, который предлагает им Иисус Христос, может обратиться к Писанию. Воззови ко мне, я услышу тебя, говорит Господь. Воззови. Мы должны воззвать. Наш акт, наша сторона – это воззвать к Богу. Потому что Бог не желает погибели ни одного человека. Мы должны прозреть от нашего сна, мы должны оставить то, что не есть путь истины, но есть путь заблуждения. Вот Библия говорит об этом так, я извиняюсь, то, что ты сказала, Элла. Послушай, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Мы многих вещей не знаем, и по незнанию нашему оказываемся в ловушке у сатаны. На самом деле, я-то знаю, как никто другой, что такое родословное проклятие, что такое культы, которые переходят по наследству, когда детей учат разным культам, и они этим призывают благословение в дом. На самом деле, это очень много всякого языческого, даже в Израиле и в народе израильском, которые, не понимая, делают какие-то вещи. Мы, как бухарские евреи, я вот вспоминаю, что мы делали, что переходило по наследству, всякие разные вещи, от порчи, всякие разные... Это не только бухарские, это и кавказские евреи, это всякие евреи, которые приехали с разной культуры, это и европейские евреи. Но да, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, мы взяли, о тех народностях, где мы жили, мы взяли какие-то вот эти... Языческие какие-то обряды, которые перешли к нам из рода в род, они просто... И мы, на самом деле, у этих людей, у них не знание, у них нет понимания того, что этого нельзя делать, и что они подвергают себя проклятию. На самом деле, и написано, гнев Божий, он сойдет на эти дела. Поэтому у нас есть время, Бог дал нам это время, для того, чтобы мы познали истину, и чтобы эта истина освободила нас. Потому что все, что не записано в Библии, в Слове Божьем, в Ветхом и Новом Завете, является нечистым. И мы должны очистить наши сердца, мы должны очистить наш разум, мы должны покаяться во многих вещах, которые нельзя делать. Как ты упоминал раньше, гадания. И мы не должны призывать сверхъестественный мир в свою жизнь, не зная, не понимая этого. Потому что Иисус сказал, что я путь истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу моему, как только через меня. Если мы желаем Бога в нашей жизни, если мы желаем Божьего благословения в нашей жизни, мы должны прийти к Сыну Его, и еще о Мессии, который является Спасителем для нас, посланный Отцом. Мы должны найти Его в Ветхом Завете, мы должны получить это откровение, личное откровение, потому что Иисус, Он живой. Он живой, Он воскресок мертвых, и Он является тем, который призывает Его имя. И это реально, это было со мной, это реально. Мы можем воззвать к Нему, и Он услышит и придет к нам. Это реально. Вы знаете, Библия говорит, что только Я знаю, Я знаю. Давайте прочитаем. Бог говорит, Я знаю. Я знаю, и поэтому нам нужно принять это. 29 глава Еремии, 11 стих. Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас. И взыщите Меня, и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена. И соберу вас из всех народов, из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Послушайте, это потрясающе. Это сильно, это мощно. Вы, говорите, Господь, воздвиг нам пророков и в Вавилоне. Интересное место Писания. Друзья, сегодня много Вавилона. В жизнях людей. Вавилон – это Бабель. Бабель – это бильбуль на иврите. На иврите – это значит помешательство, замешательство. Я хочу сказать, Вавилон – это одно из таких мест, если мы тщательно рассмотрим Библию и Писание, мы увидим, что Вавилон, этот город, всегда противился Богу. Этот город нечестия, город всякого зла, который всегда, всегда в его существовании он противостоял. И где мы видим первое упоминание Вавилона? Давайте откроем. Это гордость. Одиннадцатую главу Бытия. На всей земле был один язык, одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. Гордость, сделаем себе имя. Вавилон. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их. Здесь первый раз мы видим. Бильбуль. Мы смешаем язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. И сегодня мы видим строение этой незаконченной башни в одном городе, но сегодня не об этом наша тема. В Европе находится город, в котором находится парламент, европарламент. По строению, как та же башня, которую строили. Недостроенная башня, где Бог смешал языки. Европарламент сидит там внутри. И именно по тому же эскизу построено все. Но я хочу сказать, друзья, что Бог этому противится сам. Ты знаешь, самое великое, сверхъестественное в своей жизни, которое я ожидаю, это исполнение Слова Божьего в моей жизни. Знаешь, я, может быть, не хочу вспышек ярких в своей жизни, хотя я хочу видеть спасение своего народа. Я хочу видеть сверхъестественные чудеса и знамения, когда вырастают руки, вырастают недостающие члены тела у людей. Конечно же, это захватывает. Но самое великое... Но мы видели с тобой, я извиняюсь, когда люди от рака исцеляются, когда люди бросают эти глуховые аппараты, люди от слепоты исцелялись, мы с тобой на выездах. Мы видели множество исцелений и до сих пор видим. Но самое великое это что? Но самое великое для меня это тогда, когда Дух Бога в последний день оживит мое тело. И это реально, это обетование Бога. Это когда мы не увидим смерти. Представляете, смерть, где твое жало? Когда мы можем сказать смерти, где твое жало? Ты меня не достанешь в смерть, потому что я в руке у Ешуа, Мессии. Бог воскресил меня. Тот же Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, Он воскресит и наши тела, написано. Поэтому мы должны ухватиться за это обетование. Мы должны ухватиться за Слово Божье. Для того, чтобы воскреснуть в последний день. И это для нас самое последнее сверхъестественное чудо, которое мы должны увидеть сами в своей жизни и в жизни также близких своих и родных. Потому что это есть действительно конечный план спасения жизни человека. Еще раз пройдемся, потому что сказали, наше сверхъестественное находится в маленьком семени. То есть наше, которое приходит от Бога. Это семя вера. И написано, что вера приходит от слышания, слышания от Слова Божьего. И Библия также говорит, что недалеко от тебя Слово, в устах твоих и в сердце твоем. Ибо если устами будешь исповедовать, что Иисус Господь и сердцем веровать, то спасешься. И сегодня я хочу пожелать всем нашим телезрителям, чтобы вы приняли этого Господа, который есть единственный Господь и Спаситель. И только Его именем мы можем спастись. Ищуа Амашиах, Иисус Христос. Кто бы вы ни были, елены ли, иудеи ли, как бы вы ни веровали, вам сегодня нужен Иисус Христос. Не как приставка, простите меня, а как первый и последний, как начало и конец. И вы увидите множество чудес в вашей жизни. Для тех же, кто верит уже в Иисуса Христа, я обращаюсь и говорю, как сказала Элла, мы не верим в Бога, потому что Он творит чудеса. Мы верим в Бога, потому что Бог есть любовь. И Он наш совершенный Отец. Он любит нас. И поэтому мы полюбили Его. Пусть Бог обильно благословит вас. Мы рады были сделать эти программы для наших телезрителей. Я верю, что мы продолжим это делать. И многие люди исцелились. Многие люди восстановились через эти программы. Пожалуйста, напишите нам. Дозвонитесь до нас, друзья. Знаешь, я вот сейчас слушаю, слышу в своем духе, для некоторого его исцеление, оно в его покаянии. Если ты оставишь то дело, которое ты делал, если ты покаешься пред Богом, Бог тебя исцелит. Просто прими это верой. Это истина, которую я просто сейчас получила в дух свой. Я высвобождаю это слово в твою жизнь. Аминь. Дорогие друзья, звоните, пишите, обязательно присылайте свои свидетельства. Пусть Бог обильно благословит вас. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!